Всем привет, друзья! Сегодня я хочу показать, как восстанавливаются наши растения после майских заморозков. Я писал статью на эту тему, поэтому оставлю ссылку в описании. Особенно для тех, кто смотрит меня в ютубе, вы, кстати, не видели этот материал, поэтому подписывайтесь вообще в Дзен, переходите. У меня там намного больше публикаций, которых в ютубе нет. А сейчас давайте прогуляемся по саду и посмотрим, как растения оживают или не оживают после заморозков. Вот я как раз стоял рядом с тутушечкой, с шелковицей. Да, с шелковицей. Вот это ударение никак не могу, я привыкну к нему. Говорят, что правильно нужно произносить шелковица, а не шелковица. Не знаю, я привык шелковице говорить. Вот видите, до сих пор висят эти сухие ветки, эти листики и плоды, кстати. Ой, жалко, конечно. Очень много было. Это у нас белая, кстати. Ну, видите, вот новые выпустила листики, но я не вижу плодов здесь. Не знаю, может они будут, может нет. Но шелковица, похоже, похоже все. А вот черная, кстати, чуть получше. Вот плоды есть. Может все-таки будет какой-то урожай. Она тоже пострадала, но не так. Она тогда еще не сильно распустилась, когда были заморозки. У нас три ночи было, это в Белгородской области. Вот, видите, тоже есть. То есть плоды есть на черной, но слава богу. Хоть где-то что-то вроде возрождается жизнь. Вот еще одна белая. Здесь тоже есть плоды все-таки. Не все погибло. Что-то жизнь возвращается. Ура! Здорово! Ну, все-таки, значит, у нас будет какой-то урожай. Шелковица в этом году. Посмотрим, что у нас следующее растение. У нас очень сильно пострадал виноград. Прям вообще он вымерз. Ну, вот видите, тоже росточки пошли уже новые. Даже есть плоды. Я так вижу, что какие-то грозди появляются. Но я не знаю, как это будет в итоге. Потому что это сортовой виноград. И, ну, как он все-таки, что, какой урожай будет. И успеет ли он созреть. Это пока большой вопрос. Вот я вижу, что есть. Вот еще здесь тоже что-то растет. Буду поливать, удобрять, подкармливать. Посмотрим, что для этого получится. Может быть, все-таки оживет. Это было бы здорово, конечно. Вот Изабелла у нас была более закрыта. Поэтому, вот, все нормально с ней. Все хорошо. Вот этот виноград у нас, вроде как, должен быть в этом году. Вот я еще показывал в статье черный орех. Он тоже хорошо пережил. Все нормально. Видите, какие сережки растут. Он вообще удивил. Больше всех, наверное, потому что он вообще не пострадал практически. Куча плодов в этом году. Посмотрим. Дерево же большое. Видите, там у нас одно. Там дальше второе есть дерево черного ореха. Вот он тоже, в принципе, ну, прикрытая здесь территория, конечно, на такой участочек. Может быть, из-за этого он не замерз. Но он же высокий. И нигде нет повреждений. Вот он удивил в плане того, что он так легко перенес заморозки. А вот сердцевидный орех, видите как, он до сих пор еще вот в таком состоянии. Что-то там оживает. Вот, есть. Но он очень слабенький. Морозы очень тяжело перенес. А рядом медвежий орех. Вроде не путают. Я иногда путаюсь. Он вообще никак не пострадал. Ему вообще абсолютно пофиг на все эти морозы. Не знаю насчет плодов здесь. Мне непонятно, какие они должны быть. Похоже, что и плодов пока еще нет. Но вот он легко пережил. Но вот еще и серьезно пострадавших у нас был грецкий орех. Но он таковым, похоже, и остался. Хотя вот, сейчас я вам попробую сфокусировать. О, видите, орешек висит. Что-то есть. Что-то будет, видимо. Но видите, как он. Какой черный весь. Вот он теперь черный орех, действительно. Но грецкие орехи прям очень тяжело. Я не знаю, они, по сути, вымерзли. Это все, вот новые, которые растут. Если они что-то дадут, то уже будет. А так с грецким орехом в этом году будет туговато, конечно, проблемно. Белкам нашим ничего не останется. Не достанется, точнее. Или нам не достанется, они все заберут. Рядышком тоже орех растет. Мы тут большой когда-нибудь уберем. А вот маленький. Тоже, видите, как. Вот маленькие были веточки на листике. Замерзли. Новые пошли. Вот еще грецкий орех, который, ну такой, более зеленый, чем остальные. Хотя он был пострадавший у нас. Ничего, так нормально себя чувствует. Я переживал насчет черешни, но на черешне тоже плоды есть. Немного их. Очень даже, я бы сказал, немного. Прям мало. Но они есть. Не знаю, из-за морозов или из-за чего. Но вот плодов маловато, конечно. Но что-то есть. Она у нас давала и меньше урожая. Посмотрим. Надеюсь, хоть эти не осыпятся. А то у нас эта муха, как ее, вишневая муха. Боже, как она замучила. Вообще все плоды поражает. Ничего не остается. Напоследок вам покажу еще одно растение, которое порадовало нас. Вот. Видите, вон сережка висит. Это орех зибальда. Он довольно сильно тоже пострадал. Ну, смотрите, как он отрастает. Весь позеленел. Хорошо растет. Мы ему, я думаю, сделаем обрезку. Потому что стволов слишком уж много. Надо было это раньше делать. Сделаем, наверное, один ствол. Вот этот заставим. Вот так. И все. Будет у нас деревце. Видите, как ожил. И даже есть несколько сережек. Может, в этом году хоть посмотрим, что у него за плоды. У него длинная сережка. И вот на ней несколько плодов вообще. Так что посмотрим. Вообще красивое, знаете, растение такое. Как вот, не знаю. Прям тропическое какое-то. Так что посмотрим, что у нас в итоге получится. Какой урожай после этих заморозков неожиданных будет, будем посмотреть. А вам всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Я еще покажу, как некоторые растения, яблони, пережили мою обрезку. Что в итоге получается. И будет еще много публикаций интересных. Так что подписывайтесь, следите. Все, всем всего доброго и до скорой встречи.